Заболевание, способное развиться в любом возрасте, однако поражающее преимущественно детей в возрасте до 5 лет. Долгое время было настоящим кошмаром для родителей во многих странах мира. Полиомиелит знаком врачам очень давно, но описан сравнительно недавно. Дело в том, что в 19 веке наблюдались единичные вспышки этого заболевания, и лишь с 20 века оно стало грозным, вызывающим эпидемии в развитых странах. Тогда и возникла необходимость изучить его, наблюдать проявления и искать способы борьбы с его массовым распространением. В 50-х годах после введения поголовных прививок детей заболевание быстро пошло на убыль. Начатая вакцинация детей способствовала сокращению заболеваемости почти на 99%. Полиомиелит – это инвалидизирующее заболевание. Параличи при полиомиелите носят необратимый характер. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, у 10% заболевших возникает паралич дыхательных мышц, что приводит к смерти. Инкубационный период длится в среднем от 6 до 21 дня. Первые симптомы не специфичны и могут быть проявлением различных инфекционных заболеваний. Полиомиелит – инфекционное заболевание, передающееся при прямом контакте через слюну, зараженную воду или пищу. Болеют полиомиелитом как взрослые, так и дети. Но дети до 5-летнего возраста хуже переносят болезни с необратимыми поражениями нервной системы, параличом, который может привести к смерти или сделать ребенка инвалидом. Первоначальные симптомы этой болезни могут быть разные. Лихорадка, головная боль, боль в животе, тошнота, рвота, боль в мышцах. Болезнь может протекать бессимптомно, заканчиваясь различными осложнениями вплоть до паралича. Специального противовирусного лечения полиомиелиты не существует. Вакцинация является единственным способом предотвратить заболевания у детей и взрослых. Их массовое применение позволило достичь значительного снижения заболеваемости полиомиелитом как во всем мире, так и в Российской Федерации. Вакцинация проводится с применением безопасных вакцин. Первые четыре прививки проводятся инактивированной полиовирусной вакциной, две последующие – оральной полиовирусной вакциной. Сегодня 80% населения Земли живет в благополучных по полиомиелиту регионах. Это, безусловно, огромное достижение мировой медицины, но медики по-прежнему обеспокоены тем, что вирус полиомиелита не удалось полностью победить. И пока он существует где-то в мире, циркулируя среди населения, нельзя исключать вероятность его миграции. Для окончательной победы над этим серьезным заболеванием непросто преодолеть такие факторы, как военные конфликты, политическая нестабильность, труднодоступные места проживания людей и слабая медицинская инфраструктура. Благодаря массовой иммунизации против полиомиелита Российская Федерация сертифицирована как свободная от полиомиелита страна. Однако на сегодняшний день не все страны мира свободны от полиомиелита. С учетом высоких миграций в мире остается риск завоза полиовируса из неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации. Очень важно, чтобы все дети в мире в возрасте от 2 месяцев до 14 лет проходили полный курс вакцинации. Только в этом случае болезнь может быть ликвидирована полностью. И это основная задача, которая стоит перед Всемирной организацией здравоохранения. Целью Всемирного дня борьбы с полиомиелитом является привлечение внимания всего мирового сообщества к этим проблемам, связанным с этим заболеванием и необходимости всеобщей вакцинации. Карина Саяхова, Универньюс.